здравствуйте друзья мы находимся в гостях у дмитрия руса приветствую дмитрий привет дмитрий рус писатель фантаст нового поколения за два года с нуля вышел в топ российских фантастов сейчас пишет в жанре литр пг успешно продвигается на англоязычном рынке мы находимся в гостях у него буквально в писательской мастерской вот так вот можно посмотреть как примерно все это выглядит мы сегодня затронем такие темы как творчество как вообще реализация себя в творчестве реализация в том числе из коммерческой точки зрения и затронем также такие темы как мужчина женщина взаимоотношения потому что в книгах очень много описывается все даются какие-то положительные образы каким должен быть мужчина какой должна быть женщина и начнем мы с творчеством дмитрий расскажи вот как пришла в голову мысль стать писателем знаешь наверно каждый читающий человек читающий запоем читающий здесь со lu dış и считающий много мечтает стать писателем у меня было несколько попыток несколько заходов раза 3 наверное я пытался стать писателем точнее пыталась написать свою книгу кстати вот в этом даже вопросе есть подковырка психологическая такая а поймите чего вы хотите вы хотите стать писателем или вы хотите писать книги то есть я хочу стать актером заявляет какая-то девочка или актрисой до чего она хочет она хочет играть она хочет переживать жизни своих героев да она хочет страдать эмоционально то есть выплескивать вот это вот невозможно жить одной жизни нет она хочет rolls-royce она хочет внимание медиа красную дорожку да вот этого она хочет если хочешь писать пиши как бы да у нас современный мир слава богу написал через интернет возможность обратиться к миллионной аудитории если хочешь стать писателем подразумевая под этим возможность сидеть дома в творческой атмосфере с любимой женщиной до не ходить на работы не иметь сатрапа начальника жить спира фанатки какие там толпами будут тобой бегать или фанаты это другое бегают фанатки бегают фанатки ну моя любимая женщина моя муза да мы тоже познакомились через мое творчество то есть мое творчество позволило мне найти женщину своей мечты знаешь я реализовался и без писательства в принципе жил неплохо но в какой-то момент я устал зарабатывать деньги и тогда жил в таиланде же лет шесть-семь и решил попробовать реализацию творчески я взял себе два года отпуска ну как бы я работал сам на себя то есть никого отпрашиваться не надо было я посчитал свои там депозиты понял что могу себе это позволить думаю попробую да я написал выложил три главы по моему вот в этом самом жанре да про игру литер пг это литературный жанр обычно разновидность фантастики или фэнтези действие происходит в компьютерной игре раскидал пару-тройку ссылок по тематическим сообществом то есть награл нагнал первую минимальную волну буквально там 400 человек а текст оказался интересным цепляющим соответственно пошло работать сарафаново радио люди стали отслеживать продолжение которое выкладывал и в конце концов у меня было порядка 10 11 тысяч человек в день визитов на мою страницу то есть армия 11 тысяч человек заходит на твою страницу проверяет выложил ли ты еще кусочек своей истории это бодрится это не то что бодрит это да сильнейший мотивацию и написал первую книгу она выстрелила пришлось понимать принимать решение да можно сказать повезло как но визит тому кто визит что ты понимаешь да что такое повезло это когда твоя готовность встречается с возможностью каждый из нас просырают жизни немерное количество возможностей если ты был к ним готов и воспользовался другие скажут им повезло да то есть вот его взяли работать там сам директор немецкого банка райфайзер повезло чуваку повезло прям пока ты бухал он учился финансовом институте пока ты бухал второй раз он учил немецкий пока ты бухал третий раз он ходил на неинтересные встречи пока ты снова что там делал непонятно играл в танчики парень продолжил развиваться закрывал курсы получал сертификаты а ему повезло оказывается тебе же не врёт по жизни поэтому это повезло и тогда я был готов соответственно подвернулась возможность мне говорим о писательстве да но просто когда открылось окно возможности первая книга выстрела максимальный пик вот тогда нужно было уже либо сказать ну ладно классно получилось до либо попытаться реализоваться в этой области я подумал решил окей попробуем да и максимально вложился вот в этом направлении да то есть не просто послал книгу в издатель успокоился нет послал и уговорил что нужна отдельная серия объяснил что первая книга моя вторая книга моя участвовал разработки обложки участвовал разработки оформления всей серии занимался продвижения то есть современный автор как я говорю автор версии 2.0 уже недостаточно просто написать книгу отослать в издательство этих радоваться жизни нет ты человек оркестр более того ты социальная медийная фигура мы с тобой беседуем не просто так а потому что вот все-таки где-то ты меня нашел где-то увидела где-то показалось твои мысли интересно мои мысли интересны да то есть желательно быть где-то харизматичным желательно создавать вокруг себя круг людей по интересам которым ты интересен как личность и вот своих писать своих читателей до объединять вокруг себя на каком-то одном ресурсы собирается быть для них другом или как мифа к минимум приятелем да я практически уверен что посетители моей странице той же контакте да я очень надеюсь и мне кажется что это так то для них моя страница стала вот ежедневной да вот с утра зайти посмотреть что там рус выложил это мы единомышленники и нравится мои мысли нравится там не знаю ход моих мыслей до мои взгляды возможно вот то что мне было интересно я подобрал притащил к себе на страницу для них это высокая концентрация то есть ты ведешь за собой людей это кстати вот одна из ролей мужчины до мужчина вожак воин лидер защитник вот данном случае функция лидера да ты немножко не такой как все ты посмел стать выйти из толпы до пойти вперед еще берутся книг за мной ребята вот интересный путь и я вот будут на себя принимать первые плюшки а вот все-таки за мной уже немножко там тропа проторе наш еще раз да если хотите писать пишите проверить насколько на востребованном широкой аудитории насколько оно интересно людям сейчас просто вы написали первые 100 тысяч знаков это примерно 1 5 часть книги выкладывайте в сеть и сайты сам издата сам лип точка ру например то выкладывайте и смотрите на эффекта заинтересовал ваш текст людей пошли комментарии пошло обсуждение пошли визиты пошли оценки что говорят люди вы зацепили их за душу да если вы хотите писать то будьте готовы критики не бойтесь ее это нормально и главное отращиваете такую носорожью шкуру я часто повторяю эту цифру на не задолбала но она очень показательно первая книга у меня 30 тысяч комментариев представьте примерно что каждый десятый комментарий негативный а теперь станьте и получите в лицо три тысячи раз от 3000 человек то есть автор убей себя об стену книга говно персонажи плоские не пиши больше да выпей яду это надо иметь достаточно высокую уверенность себе понимание там вот статистика больших цифр как бы я не нравлюсь каждому десятому блин потрясающе все-таки 9 и здесь позитивные писали да тут еще нужно понимать что человек которому понравилось он классно норм а вот хейтеры всякие далее те кто хочет обратить на себя внимание вот они более активны то есть позитивный человек он менее активен получил свое и ушел для себя я поставил планку 10 процентов до для начинающих атора процентов 20 то есть если вы не нравитесь 20 процентам это норм до шампанское тоже любит там не больше 80 процентов поймите зачем вы пишете пишете да вы пишете потому что не можете не писать вы пишете потому что хотите донести свои гениальные мысли до людей вы пишете потому что хотите жить с пера вы пишете потому что хотите именно подержать в руках бумажную книгу потому что хотите считаться писателем и получится то что идет вместе с этим там много первопричин запросов до людей почему я хочу писать для себя ответь потом поймите свою аудиторию а для кого я пишу вот я начал писать книгу а с кем я говорю на страницах этой книги ты совочитателя видишь представляешь ты понимаешь с кем ты ведешь беседу ты пишешь как не знаю там пацан 20-летний ты говоришь с пацаном 20-летним на странице своей книги оказывается что твоя аудитория это домохозяйки 40 плюс естественно ну тут например ты выбрал такой жанр да там влюбленные вампиры ты узнал что это круто да решил тоже напишу но ты не попал в аудиторию понимаете себя свой запрос понимаете свою аудиторию и и запрос два момента как только становишься социальной медийной фигурой ты как золотая рыбка в аквариуме ты прозрачные стены сантис море тыкует пальцем кто-то и плюнуть норовит но собаки light караван идет будь готов да будет много хейтеров будет много чего будет же у нас тут стекла на аквариум чем-то похоже даже они с той стороны тонированные тонированный аквариум это круто